Панзар – это бесплатная сетевая игра, экшен с элементами RPG, в живописном фэнтези-мире, в котором происходят динамические командные сражения. Жмём по ссылке в описании и играем, пока фонд строит камеры содержания для всех этих орков и эльфов. Каждый, кто докачается до седьмого уровня в этой игре, поможет этим этому каналу, и его карма существенно улучшится. Вот такие странные дела. SCP-3333. Башня. Объект номер SCP-3333. Класс объекта безопасный. Кетр. Особые условия содержания. Люк, ведущий в SCP-3333, следует постоянно держать закрытым и запертым на замок. Под SCP-3333 для пресечения попыток входа и выхода из объекта круглосуточно должен нести дежурство как минимум один оперативник. Осмотр двери, ведущей в SCP-3333 на предмет повреждения, следует осуществлять ежедневно. Для помощи в содержании SCP-3333 была создана и развернута на месте МОК Лямбда-1 Демоны Максвелла. Дата последнего изменения условий содержания – 2 апреля 2039 года. Описание. SCP-3333 – пространственная аномалия, находящаяся внутри пожарной наблюдательной вышки Санцепёк, на территории государственного лесного заповедника Маунтбейкер, Снокволми, США. В SCP-333333 можно попасть по лестнице через люк в потолке вышки Санцепёк. За люком находится идентичная копия вышки Санцепёк. В данной копии есть такой же набор из лестницы и люка, с помощью которых можно попасть в новые экземпляры вышки Санцепёк. Топология вокруг SCP-3333 также идентична местности, окружающей вышку Санцепёк, за исключением того, что внутри аномалий не наблюдается ни людей, ни флора, ни фауны. Дальнейшие итерации SCP-3333 располагаются выше, чем оригинальная вышка. Длина лестницы, ведущей к каждой новой итерации, соответственно увеличивается. SCP-333333 изначально была обнаружена после восстановительных работ на вышке Санцепёк, после периода вулканической активности горы Рейнер. Происхождение SCP-333333 неизвестно. Никто из сотрудников парковой службы, задействованных в работах, не был причастен к сооружению входа в SCP-3333. На момент обнаружения люк в SCP-333333 был заперт на навесной замок. Для доступа к SCP-333333 замок пришлось сорвать. Ключ так и не был найден. Экспедиция номер один. Описание экспедиции. Первичная разведка SCP-333333. Состав. ДФ-68А. Дополнительная информация. Для записки экспедиции Д-4Ф-68А была выдана стандартная видеокамера. Экспедицию курировал доктор Уильямс и группа поддержки, дислоцированная на временном наблюдательном пункте на вышке Санцепёк. Начало протокола. Доктор Уильямс. Проверка, проверка, как слышно. Д-4Ф-62А. Да, алё. Недолгая пауза. Доктор Уильямс. Отлично. Пожалуйста, заходите в SCP-333333. Микрофон камеры некоторое время фонит, так как доктор Уильямс находится близко к Д-4Ф-68А. Затем Д-4Ф-68А забирается по лестнице в SCP-333333. Уильямс. Пожалуйста, опишите то, что видите. Д. Это... Ну, я только отсюда пришёл. Но погодите-ка, здесь пусто. Как такое? Уильямс. Отлично. Благодарю. Недолгая пауза. Замолчите, пожалуйста. Пауза. Уильямс. Спасибо. Продолжайте подъём. Д-4Ф-68А поднимается по SCP-3333 примерно 1 час. Уильямс. Итак, я хотела бы кое-что проверить. Д. Если вы не против, можете открыть дверь и выйти наружу. Д. Ладно, доктор. Д. Открывает дверь. В помещении моментально врывается сильный ветер. Д. Отбрасывает к противоположной стене. Мебель движется по полу. Д. С трудом возвращается к двери. Через некоторое время ему удаётся её закрыть. Д. С запыхающимся голосом. Это что сейчас было? Уильямс. Кашляет. Полагаю, сейчас вам лучше не выходить из помещения. Д. Понятно. Д. Поднимается дальше по SCP-3333. Слышен вой ветра. Интерьер SCP-3333 не меняется. Д. Лезет ещё около 3 часов. На каждой десятой итерации Д. останавливается и проходит простой тест когнитивных функций. Решение примеров по умножению. Отклонение от нормы не замечено. Через несколько часов Д. останавливается и съедает немного еды из сухого пайка. Проведённый в это время анализ видеозаписи указывает, что Д. прошёл примерно через 184 итерации SCP-3333. Уильямс. Пожалуй, можно и сейчас. Д. Пройдите, пожалуйста, тот тест ещё раз. Д. Хорошо, доктор. Д. Самостоятельно проходит тест когнитивных функций. Отклонений от нормы не замечено. Д. Прошёл 184 итерации SCP-3333, что примерно соответствует подъёму на 673 метра. Некоторое малозабетное изменение высоты действительно наблюдается, но оно гораздо меньше ожидаемого. Д. Доктор. Уильямс. Да. Д. А это зачем? Уильямс. Тест. Пауза. Ну, думаю, не повредит. Это нужно, чтобы проверить, насколько разряжен воздух. Д. Как? Уильямс. Чем больше разряжен воздух, тем... Вздыхает. В общем, тем медленнее работает мозг. Д. Паникующим тоном. Я что, умру? Уильямс. И нет-нет, результаты теста точно такие же, какие были здесь внизу. Вы поднимаетесь вверх на меньшее расстояние, чем должны были бы. Д. А. Спасибо, доктор. Уильямс. Не за что. Пауза. Кашель. Продолжайте лезть. Д. Д. Лезет ещё 4 часа. Солнце заходит. Д. Останавливается на ночь, обустраивает место для сна и засыпает. На следующее утро Д. Продолжает восхождение по SCP-3333. Д. Доктор, вы это видели? Уильямс. Что? Д. Д. Вон там, на той вершине. Там что, люди? На хребте к юго-западу от SCP-3333 видны две невысокие фигуры. Они стоят неподвижно. Эти фигуры видны только с точки зрения D4F68A, но не из временного наблюдательного пункта. Д. Здесь есть бинокль? Надо взглянуть. Уильямс. Направьте туда камеру. Нам надо как следует взглянуть с приближением. Д. Нашёл. Д. Д смотрит на фигуры в бинокль. Наблюдатели пытаются приблизить изображение с камеры. Однако из-за слишком низкого разрешения ничего не удаётся разобрать. Д. Не вижу их. Они не в фокусе. Господи. Фигуры разворачиваются и уходят за хребет. Д. Они заметили блик от бинокля. Уильямс. Точно. Д. Они посмотрели прямо на меня. Пауза. По-моему, один ещё и рукой показал. Уильямс. Поняла. Д. Приказано продолжить восхождение по SCP-3333. В наблюдательном пункте мнение о фигурах расходится. К консенсусу прийти не удаётся. Д. Поднимается до 345-й итерации SCP-3333. Других фигур замечено не было. Д. Останавливается и делает перерыв до утра. Следующим утром Д. Забывает включить камеру и микрофон, пока ему об этом не напоминают. Вскоре после этого Д. Заявляет, что испытывает тревогу и беспокойство. Д. Док. Отпустите меня обратно вниз. Что-то здесь не ладно. Уильямс. Что конкретно? Д. Не знаю я. Но что-то не так. Так, все эти надписи на стенах, эти... Уильямс. На стенах нет никаких надписей? Д. Ну а я что-то вижу, Док. Не знаю, что там написано. Но точно написано. Точно. Уильямс. Понимаю. Всё же до сюда вам дойти удалось. Продолжайте, пожалуйста. Д. Продолжайте двигаться вверх по SCP-3333 время от времени, запрашивая разрешение вернуться. Все запросы отклоняются. Ведется анализ видеоряда на предмет записей или мемоагентов. Ни того, ни другого не было обнаружено. На 527 итерации топология SCP-3333 кардинально меняется. Множество экземпляров вышки с нацепёк соединены друг с другом сетью дорожек между входными дверями. Естественные источники света отсутствуют. Ни небо, ни земли не видно. Полная темнота. Ни в одной из вышек нет ни люка, ни лестницы. Д. Всё... всё не так, Док. Отпустите обратно, прошу. Ничего не вижу. Уильямс. Успокойтесь, пожалуйста. У вас есть аварийный налобный фонарь и ручной фонарик в рюкзаке. Воспользуйтесь им. Д. Нажимает на выключатели фонарей. Тени загораются. Д. Рекомендует проверить батарейные отсеки. Батареек там не оказывается. Д. Д получает приказ взять запасные батарейки из рюкзака, но не может их найти. Д. Здесь ничего нет. Здесь всё не так. Отпустите вниз, пожалуйста. Уильямс. Нет, продолжайте, пожалуйста. Д. Стоп, кажется, я что-то вижу. Я что-то вижу, Док. Уильямс. Что? Что вы видите? Видеокамера Д фиксирует только черноту. Д. Не знаю. Неправильно это. Д. Впадает в панику. Д. Дайте я вернусь, Док. Надо уходить. Уильямс. Вас расстреляют, если спуститесь обратно. Опишите, что видите. Видеокамера и микрофон Д одновременно выключаются. Уильямс. Что? Д? Д? Что у вас происходит? Он что, выключил устройство? Что случилось? Анализ аудиозаписи Д не помог установить причину разрыва связи. Неполадки оборудования были сочтены маловероятными. Ввиду обстоятельств пропажи Д и возможности присутствия неизвестного аномального объекта в верхней части SCP-3333, выдвинуто и одобрено предложение о проведении ещё одной экспедиции. Экспедиция 2. Описание экспедиции. Установить причину исчезновения Д. Обнаружить все аномальные объекты, найденные Д. А также опознать все аномальные сущности, находящиеся внутри SCP-3333. Состав. МОК-МОД-0. Характерические собственные пространства. Дополнительная информация. Все участники МОК-МОД-0 имеют при себе снаряжение для выживания и записывающее оборудование установленного образца. Согласно принятому решению, необходимости в специальном оборудовании нет. Экспедицию курирует Д. Уильямс из базового лагеря. Начало протокола. МОД-1. МОД-1. Проверка. МОД-2. МОД-2. Проверка. МОД-3. МОД-3. Проверка. МОД-4. МОД-4. Проверка. МОД-5. МОД-5. Проверка. МОД-1. Итак, бойцы. Идем как обычно. Башней. Двое впереди, один в центре, двое замыкающих. Вперед. Группа в полном составе начинает восхождение ПСБ-3333. На горах в пределах видимости не видно никаких фигур. Небо затянуто облаками, слышно как дует ветер. По мере восхождения ветер постепенно стихает. Спустя несколько часов восхождения МОД-4 и МОД-2 заходят в то помещение, где Д. пытался выйти наружу. Мебель стоит в прежнем беспорядке, но никаких изменений в обстановке относительно прошлой экспедиции здесь не видно. МОД-1. А почему бы и не здесь? Оперативники МОД-0 собираются и предпринимают попытку выйти из SCP-3333. МОД-2 привязывается страховочным тросом и выходит из SCP-3333. Сильного ветра нет. МОД-2 с легкостью выходит за дверь. МОД-2. Здесь ничего нет. Доктор Уильямс. Любопытный ветер стих, наверное. Давайте тогда исследуйте дальше. МОД-1. Вас понял. МОД-1. Выходит из SCP-33333 всем составом и начинает исследование. Топология местности вокруг SCP-33333 аналогично таковой у вышки Санцепёк. Ни флоры, ни фауны не наблюдается. Каких-либо гуманоидов не видно. Исследование продолжается несколько часов, после чего группа собирается у SCP-33333. МОД-3. Здесь ничего нет. МОД-4. И никакой растительности. Это странно. Уильямс. Если это справедливо в отношении всего остального мира, то понятно, почему здесь бывают сильные ветра. Но тогда я не понимаю, откуда берётся кислород. Ладно, поднимайтесь дальше. С этим позже разберёмся. МОД-1. Вас понял. МОД-1. МОД-1. Поднимается ещё несколько часов. Затем разбивает лагерь на ночь. Скорость продвижения группы неже, чем у Д. Восхождение по SCP-33333 длится ещё несколько дней, без каких-либо значительных происшествий. Зрительных или слуховых галлюцинаций не наблюдается. На четвёртый день группа добирается до вершины SCP-33333. МОД-1. Всем достать фонари. Оперативники МОК подготавливают фонари и светильники. Во всех приборах имеются батарейки. Проводится двукратная проверка наличия запасных батарей. МОК является единственным источником света и звука в данном пространстве. МОД-1. Ладно. Снова 2-1-2. Направление произвольное. А, пошли вон туда. МОД-1 указывает рукой в произвольном направлении и МОК выдвигается в ту сторону. Для ориентирования ставятся светоотражающие метки. Экземпляры SCP-33333 соединены горизонтально, через наружные мостики, лестницы вниз нет. Перила убраны таким образом, чтобы мостики можно было сжать и срастить друг с другом. Швов в месте сращивания мостиков не наблюдается. Ровно как и следов того, что эта работа была сделана человеческими руками. МОД-2 наугад отрывает от мостиков одну доску. Внизу только чернота. МОД-2 бросает в провал химический источник света, но дно не видно. МОД-3 запускает поверх сигнальную ракету. Никакого потолка тоже не видно. Посторонние звуки и света отсутствуют. Уильямс. Замечаете что-нибудь необычное? МОД-4, например. Уильямс. Что-нибудь из галлюцинаций, о которых сообщал Дэ, что угодно, что прояснило бы, о чем он говорил под конец. МОД-1. Нет. Кстати, ни трупа, ни его снаружи. Хотите, чтобы мы уделили внимание поиску? Уильямс. Если сможете, думаю, это пригодилось бы. Хотя не вижу в этих помещениях ни смысла, ни закономерности. МОД-1. Вас понял. МОД разделяется и начинает искать, применяя круговую схему поиска. Это продолжается примерно один час. МОД-3. Я что-то нашел. МОД-4. Что? МОД-2. Что там? МОД-1. Иду. Оперативники МОД-1 собираются. Фонарь МОД-5 выключается, пока тот движется к группе. Уильямс. Что у вас? МОД-3. Его рюкзак совершенно пустой, но не порванный, целый. МОД-4. Признаков борьбы нет. МОД-2. Он так и был прислонен к столу, когда ты зашел? МОД-3. Да, я его не трогал. МОД-1. Хорошо, давайте не будем. Пауза. А где Грэм? Пауза. Грэм, бойцы, перекличка. МОД-2. МОД-2. МОД-3. МОД-3. МОД-4. МОД-4. МОД-1. Грэм пропал. Доктор, у вас есть видеоряд с его камеры? Уильямс. Нет. У него фонарь выключился, я ничего не вижу. МОД-1. Вас понял. Идем попарно. Я с Хоросом. Схема круговая. Центр здесь. МОД-2. Понял. МОД-3. Ладно. МОД-4. Да. МОД-1 и МОД-3 образуют пару. МОД-2 и МОД-4 образуют пару. Начиная поиск по круговой схеме. По-прежнему нет никаких посторонних звуков. Доктор Уильямс проигрывает последние кадры с камерой МОД-5 перед тем, как выключился фонарь. Никаких признаков тревоги у оперативника нет. Камера по-прежнему передает сигнал, но на видео сплошная чернота. МОД-2 и МОД-4 падают. Слышен слабый звук падающих капель. Микрофоны с камеры обоих отключаются почти одновременно. Также отключается микрофон и камера МОД-5. Уильямс. Алло. Алло. Пропал сигнал от МОД-2 и МОД-4. Слышен еще один глухой удар. Отключается микрофон и камера МОД-2. Уильямс. МОД-1 где вы? МОД-1. Что? Что случилось? Уильямс. Я не... Где МОД-3? МОД-1. Я на секунду отвернулся, а теперь его... Он. МОД-1 быстро осматривает окрестности, подсвечивая их фонарем. Других оперативников МОД-0 нигде не видно. МОД-1. В темноту. Эй! Пауза. Шепотом. По-моему, со мной здесь что-то. Уильямс. Что? Что у вас там? Слова видите? МОД-1. Нет, ничего не вижу. Включаются все четыре камеры и микрофоны. Включение не одновременное. По интервалам соответствует тому, как если бы оборудование включали сами оперативники. МОД-5. Есть кто на связи? Уильямс. Оборудование работает. Что у вас там за херня? МОД-3. Не знаю, док. Что-то было на земле. Я оступился и... МОД-1. Вы где все? Перекличка. МОД-2. МОД-3. МОД-3. МОД-5. МОД-4. МОД-2. МОД-5. МОД-4. МОД-1. Эээээ. Микрофон и камера МОД-1 неожиданно выключаются. МОД-2. МОД-1, как слышно. Камера и микрофон МОД-1 снова включаются. МОД-1. Я... Я тоже это видел. МОД-3. Да. Уильямс. Что? Что видели? МОД-4. Не знаю, призрачные как будто левитируют. МОД-5. Что-то здесь не так. МОД-2. Нет, надо бы... МОД-4. Здесь небезопасно. Уильямс. О чем вы вообще говорите? Помимо пожарной вышки с инцепек на видео с камер ничего не видно. Уильямс. Кроме вас там что-то есть? МОД-1. Нет, в том-то и дело док. МОД-4. Вон там видели док? Ничего не видно. Уильямс. Нет, что там? МОД-3. Нам тут грозит беда. МОД-2. Что-то неладно. МОД-1 учащенно дышит. Вот оно там, Уильямс. Да что там? МОД-1. Это оно похоже на... Пауза. На видео с камер оперативников МОК ничего не видно. МОД-1. Это вроде МОД-3. Похоже на замок или нет? На гору? МОД-4. Гора. Призрачная гора. Но это не МОД-5. Это гора, что пышет огнём. Сотворённая волшебством из дыма и воздуха. Столб пепла и дыма. МОД-3. Вижу. МОД-1. И я вижу. МОД-5. Надо уходить. Всем отход. Все. Есть. МОД-0 уходит с вершины SCP-3333. В быстром темпе спускается с объекта. Через несколько дней группа возвращается в базовый лагерь и проходит разбор задания. Оперативники находятся в недоумении относительно SCP-3333. И недвусмысленно выражают нежелание заходить туда снова. Принимая во внимание обстоятельства и возможность меметического воздействия, была вызвана сотрудник для специальных контрмеметических операций. Ей, несмотря на возражения, МОД-0 была поставлена задача дальнейшего исследования объекта. Описание экспедиции. Обследовать вершину SCP-3333, обнаружить и нейтрализовать все меметические аномалии активного и пассивного типа. Состав. Специалист контрмимик 0. Пустоход. Дополнительная информация. Специалист 0. Слепо, глухо, немая. Единственный способ общения с внешним миром для нее, внедренной в руку сигнальной системы, сделанной по особому заказу. Выдан сухой паек стандартного образца. Другого снаряжения не требуется. Экспедицию курирует доктор Уильямс и МОК МОД-0. Начало протокола. 0. Покидаю базу. Уильямс. Дай знать, если что-то потребуется. 0. Да. Специалист 0. Начинает восхождение в SCP-3333. МОК-5. Обращаясь к Уильямс. Не нравится мне это. Уильямс. Если там такой ужас, что ваша отборная группа в панике сбежала, дело стоит того, чтобы позвать Аннетту. МОД-5 не отвечает. Специалист 0. Продвигается далее. 0. Здесь по-другому. Без спор. Драка. Уильямс. Нет. Это из-за нас. 0. ОК. Проходит несколько часов. 0. Кто-то снаружи наблюдает. Уильямс. Их уже замечали ранее. Если подниматься выше... 0. Лезу. Так и следит. Ошибалась. Не наблюдает. Что-то еще. Уильямс. В смысле? 0. Не знаю. Специалист 0. Еще несколько часов поднимается по объекту. С начала миссии прошло уже 12 часов. Но специалист 0. Продолжает восхождение. Уильямс. Тебе не надо отдохнуть? 0. Там все еще кто-то есть. Небезопасно. Пряму АМФ. Специалист 0. Принимает 100 миллиграмм АМФ. И продолжает восхождение. 0. Снаружи. Вам видно? Уильямс. Нет, я не. На краю поля зрения камеры заметно какое-то быстрое движение. Что-то заглядывало в окно. Но пригнулось, когда камеру направили в сторону этого окна. Дует сильный ветер. О выходе наружу не может быть и речи. Уильямс. Там. 0. Они знают. Специалист 0. Лезет наверх в быстром темпе. Снаружи SCP-3333. Время от времени видны признаки движения. Поверх шума ветра иногда доносится шелест. Мод 5. Специалист. Возвращайтесь. 0. Нет. Специалист 0 не сбавляет скорости. Примерно через час она достигает вершины SCP-3333. 0. Кровь. Света нет. Специалист 0 шагает вперед. Фонарь она не включает. Камера ничего не видит. Слышны только шаги специалисту 0. Затем вдали раздается громкий звук удара. 0. Здесь. Пауза. 0. Безопасно. Специалист 0 ускоряет шаг, затем резко останавливается. Слышны тихие шелестящие звуки, но они быстро стихают. 0. Труп. Специалист 0 наклоняется. Слышен шорох ее одежды. Шелестящие звуки становятся громче. Их источники приближаются. Мод 5. Специалист уходите оттуда. Уильямс. Анетта. Слышно несколько хлюпающих звуков. 0. Труп. Кровь. Пауза. Внутренние органы мышцы гладкая, слишком мягкая. Пауза. Жесткая. Металл. Шелест усиливается и приближается с разных сторон. Звуки окружают специалиста 0 и сливаются в один непрерывный гул. Мод 5. Специалист уходите оттуда. Бросьте. 0. Металл снова. Слышен глухой удар. 0. Набор букв. Уильямс. Анетта. 0. Свет. Свет погас, где свет. Уильямс. Анетта. 0. О, это гора. Мне надо спуститься. Где свет? Уильямс. Анетта. Фонарь специалиста 0 включается. Специалист 0 лежит на земле. Свет выхватывает груду мышц, органов и костей на поздней стадии разложения. В руке специалиста 0 зажат личный жетон оперативника. Надпись на жетоне гласит «МОК 5 ГРАМ ПЕРСОЛ». Данные удалены. Досекреченные сведения. Сообщение принято 02.04.2039. Приложение. После событий экспедиции 3, сущности SCP-3333, далее обозначаемые как SCP-3333-1, убили всех сотрудников фонда во временном наблюдательном пункте 3333, либо приняли их внешность. Сигнал бедствия не был отправлен. Сведения об экспедиции 3 не отсылались до ее завершения. Сущности SCP-3333-1 поддерживали видимость того, что в SCP-3333 проводится наблюдение и исследование. И в течение более чем одного месяца постоянно запрашивали персонал и оборудование. Хитрость была раскрыта только тогда, когда младший специалист по снабжению успел отправить сигнал бедствия до того, как его убили и приняли его внешность. Группы повторной постановки на содержание, прибывшие на место, обнаружили только пустую вышку. Потери составили более 50 сотрудников. С учетом того, что на свободу могло вырваться большое количество сущностей SCP-3333-1, и все из них могли маскироваться под сотрудников фонда, была сформирована опергруппа специального назначения Лямбда-1, демоны Максвелла, в задачи которых входит поиск, отслеживание и нейтрализация сущностей SCP-3333-1. Приложение 2. 20 апреля 1939 года в сотовый телефону доктора Уильямс поступило зашифрованное сообщение. Похоже, что оно было отправлено не из SCP-3333, однако точное местоположение установить не удалось. В сообщении содержалась запись от доктора Уильямс, сделанная, вероятнее всего, во время ее бегства от МОД-0. Для полноты запись приложена в виде отдельного приложения. Рекомендуется читать с осторожностью. Доктор Ардаман. Приведенный ниже протокол был записан доктором Уильямс на мобильный телефон, в то время, когда она находилась внутри SCP-3333. Начало протокола. Начало видеозаписи, сделанной вскоре после экспедиции 3. Доктор Уильямс сбирается на SCP-3333. Видеокамера висит у нее на поясе. Доктор тяжело дышит и, похоже, от чего-то убегает. Внизу слышны выстрелы. Доктор Уильямс лезет в течение примерно 10 минут, потом останавливается отдохнуть. Она ставит камеру на пол, подтаскивает кресло и ставит его на люк, ведущий вниз, затем садится. Она явно в панике на немного крови. При себе имеется пистолет. Уильямс начинает говорить, но срывается в плач. Плачет примерно минуту, после чего перестает. Уильямс. Они до нас добрались. Замечательно проделано. Подпустили ровно столько тумана, сколько надо. Да и кто мог спорить с опытным ОК, который сбежал, а всем составом поджав хвосты. И, конечно, я никого из них не знал близко. Как бы я тогда могла понять, что что-то не так? Слышен стук. Кто-то пытается залезть в люк. Уильямс берет пистолет и наставляет его на люк. Голос. Доктор Уильямс, доктор Уильямс. Это мог Альфа-3. С базы поступил сигнал бедствия. Дислоцированный здесь персонал напал на нас. Что здесь происходит, доктор? Колотит в люк. Впустите нас, доктор. Уильямс в панике. Не-ло. Кашляет. Не лезь. Этим меня не проведешь. Альфа-3. Доктор Уильямс, прошу вас, нам придется считать, что вы действуете против нас, если вы не впустите. Уильямс кричит, не лезь. Под люк просовываются пальцы и пробует приподнять. Уильямс подбегает и топчет пальцы. Раздается хруст, пальцы становятся совершенно плоскими, но остаются на месте. Затем раздается звук чего-то рвущегося и пальцы втягиваются в люк. Уильямс выпускает в крышку люка две пули, хватает камеру и снова лезет наверх. В течение примерно полутора минут доктор Уильямс лезет наверх, перекрывая за собой люки. Затем останавливается. Ее тошнит. Затем она плачет около 10 минут. После этого Уильямс лезет без прерыва свыше 12 часов и падает без сознания. Примерно через 2 часа она с криком приходит в себя. Уильямс прекращает кричать. Я еще тут. Пауза. Пить хочется. Пауза. Жаль, не прихватила набор. За окном SCP-3333 начинается дождь. Уильямс смеется. Уильямс ставит камеру, выходит за дверь и пробует попить. Вскоре она сплевывает и заходит обратно. Уильямс. Соленая. Уильямс лезет вверх еще один час. В дверь SCP-3333 стучат. Уильямс немедленно замирает и вытаскивает пистолет. Она тяжело дышит, руки трясутся. Раздается еще один стук. На этот раз снаружи SCP-3333. Уильямс оборачивается. У двери стоит D4F68A. Он крайне изнеможден и опирается на дверь. Его кожа пересохла, потрескалась и покрыта язвами. А в некоторых местах отпала вовсе. Он пытается открыть. Дверная ручка имеет вид шара с поворотным замком. D4F68A не может его открыть. D4F68A сипла. Впустите, док. Уильямс. Назад. Уильямс отходит от двери и целится из пистолета в D. Тот продолжает колотиться в дверь. D4F68A. Дэ, пожалуйста, док, впустите, здесь нет воды. Уильямс, это не ты. Он никогда не говорил мне, док, ни разу. Тишина. Лицо D обвисает. D. Он никогда не был мне особо интересен. А вот у тебя с самого детства были прелестные глаза. Мне всегда так казалось. D выламывает одну из досок в двери кулаком. Крови нет. Он просовывает руку и поворачивает ручку. Уильямс открывает огонь. D открывает дверь и бежит на доктор Уильямс. Та стреляет в D пять раз. Одна пулю попадает в ногу. D падает и начинает биться на полу. Кожа лишь частично повторяет движение тела. Выглядит так, как будто внутри D что-то барахтается. Уильямс стреляет еще пять раз. Одна пуля попадает в руку D. Крови нет. Рука выглядит плоской. D пытается перевернуться и отползти. Руки тянутся за ним, как резиновые. Внутри рук нет ничего твердого. Уильямс кричит. В центре торса D извивается некая крупная масса. Прочие остатки D подергиваются вокруг нее, не принося никакой пользы. Изнутри D раздается хлопок. Уильямс стреляет еще четыре раза и дважды попадает в грудь D. Слышно, как что-то рвется. Камера падает на землю. После еще одного выстрела, боек пистолета Уильямс щелкает впустую. Отчетливо слышен глухой, сухой удар. Уильямс поднимает камеру. Похоже, она шокирована. Уильямс ставит камеру, ее тошнит. Снова подобрав камеру, она наводит объектив на труп D. Возле разбитого окна лежит крупная черная масса, из которой сочится прозрачная желеобразная жидкость. Масса не шевелится и, похоже, мертва. Строение существа сложно разобрать, но, похоже, у него есть толстые полупрозрачные крылья. На полу рваной кучей лежит кожа. Уильямс, это... это... Пауза. Доктор Уильямс снова пытается стошнить, но выходит только несколько бесплодных рвотных позывов. Уильямс, тихим торопливым голосом. В человечестве, в самой глубине сидит навязчиво почитаемая идея о просвещении и высоте, о невежестве и глубине. А мы сюда забрались, в небесный замок, на гору в воздухе, господень столб, рекурсивная башня. И на самом верху мы находим лишь пустоту, мертвый мир, невыполненное обещание. Пауза. Я просто хочу домой. Уильямс лезет дальше в течение нескольких минут, перекрывая все люки на своем пути. Ненадолго останавливается и смеется. Уильямс. Анетта. Но я все же пробилась. Я здесь, Анетта. Уильямс плачет. Через несколько минут Уильямс успокаивается и продолжает подъем. Еще через полчаса она достигает вершины СП-3333. Доктор Уильямс включает фонарь. Луч света выхватывает вышку с нацепек. Кроме нее ничего не видно. Ни других источников света, никаких либо звуков нет. Уильямс. Ау. Пауза. Кричит. Ау. Пауза. Какое-либо эхо отсутствует. Уильямс никто не отвечает. Уильямс. Здесь наверху ничего нет. И не было никогда. Слов в воздухе. Призрачная гора. Ф. Пауза. А ведь была у меня надежда, если подумать. Несколько минут Уильямс ходит по вершине СП-3333. Уильямс. Тут просто ничего нет. Вообще ничего. Доктор Уильямс присаживается. Ставит камеру на пол. Уильямс. Попить бы. Вдали слышны шаги. Уильямс. Шепотом. Ой, бля. Шаги приближаются. Звучание шагов грубое. Неровное. Поступь тяжелая и громкая. Периодически шаги останавливаются и раздается звук удара чего-то мокрого. Тот, кто издает шаги, бьется о мебель или об стену. Уильямс. Тихо. Нет, нет. В камере появляется шатающееся тело специалиста Ноль. Ткани неровно растянуты, кожа бугристая и деформированная. Местами кожа отсутствует вовсе и видно извивающееся тело существа под ней. Голову ничего не поддерживает и она свисает на грудь. Тело движется рывками, нецеленаправленно. Уильямс испытывает рвотный позыв, предположительно из-за запаха. Уильямс. Кричит. Анетта. Существо заходит в комнату ковыляющим шагом. Уильямс отходит в сторону. Существо крутится, отслеживая источник шагов по слуху. Что-то наполняет голову. Она обретает форму, структуру и поднимается. Возле рта и глаз видны царапины. Существо пытается издавать звуки. Раздается влажное бульканье. Уильямс. Существо всхлипывает. Существо извлекает из головы то, что ее наполняло. Внутренняя структура сминается и голова падает обратно на грудь. Уильямс поднимает пистолет и пытается выстрелить в существо. Все патроны израсходованы, но Уильямс нажимает на спуск. Боек щелкает впустую. Уильямс продолжает плакать. Пистолет щелкает еще несколько раз. Уильямс падает на колени и роняет пистолет. Существо приближается. Ходьба и движение даются ему с трудом. Оно ковыляет. На деформированном теле в разных местах выпирают бугры. В туловище специалиста Ноль что-то шевелится. Это похоже на человека, который запутался в пододеяльнике и старается вылезти. Уильямс, прости. Ткани специалиста Ноль рвутся с соответствующим звуком. Сущность внутри проделывает это не без труда. Кожа прочная. Слой подкожного жира держится. Из прорехи вылазит жало и пробивает кожу доктора Уильямса. Та падает. Предположительно в жале содержится парализующее вещество. Разрыв на коже специалиста Ноль расширяется. Из него выползает крупное черное существо. Кожа падает на пол. У существа большие пурпурные крылья и длинный хоботок с присоской в середине груди. Глаза, похоже, отсутствуют. Шкура существа очень тонкая. Под слоем какой-то вязкой телесной жидкости видны органы. При этом костей нет. Существо приближается к Уильямс, шевеля крыльями. Оно подходит и вонзает хоботок в рану Уильямс. Слышен сосущий звук, капает жидкость. Из задней части тела существа валятся полуразжиженные органы и куски костей. Ткани Уильямс высасываются наружу. Остается лишь пустая кожа. Существо, не отрывая хоботок от раны, сжимает свое тело и залезает внутрь, заполняя кожу как оболочку. Кожа надувается, принимая вид Уильямс. Существо поднимается и выключает камеру. Конец протокола. Конец протокола. Продолжение следует...